Смотри, для того, чтобы сначала просто объяснить, как все работает, будет проще сделать сначала вывод постов. Допустим, создай страницу, где у нас будут выводиться посты, допустим, главная страница. И там будем писать все, вывод именно сам. Так, понятно будет? Post.php У тебя на такой странице будут выводиться, да? Ну да. Окей, окей. Так, есть контакт. Сейчас. Блин, а тебе забудут сделать проект. Давай после этого снять это. Окей, сейчас, секунду. Так, страница у нас есть, создай стандартную разметку пока. HTML-овскую? Ну да. PHP надо вставлять в body или перед dog-type. А что ты хочешь с PHP делать? Выводить посты. Посты мы будем выводить в body, потому там нужно его и писать. А, окей. Окей. Так, смотри, для начала тебе нужно получить все посты. Давай, допустим, получим их на этой же странице пост. Так как мы будем подключаться к базе данных, нам нужно подключить конфиг, который мы будем использовать, там у нас константы для подключения к базе данных. Подключение других желательно произведить в самом начале. Теперь ты док-тайп имеешь в виду? На док-тайп. Сейчас я, секундочку, пересяну. То есть, подключение файлов идет перед док-тайпом, да? Да, 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 да. Ну, зачастую так вот. Конечно, ты можешь и так оставить, но так, мне кажется, лучше будет. Сразу закрывай, потому что дальше у нас идет .email, а не веб-битч инструкции. Так как мы подключили теперь конфиг, теперь мы можем использовать константы, которые в нем лежат, да? Соответственно, что нам нужно сделать? Подключение к базе данных. Ты можешь его скопировать, да? Потом мы можем вынести само подключение к базе данных, допустим, в отдельный файл. В последующем. Мы так постепенно переходим к объектно-ориентированному программированию. Ты понимаешь, что у тебя код дублируется, иначе, мне кажется, просто бессмысленно его сразу объяснять, объектно-ориентированное программирование. Потому что ты еще не понимаешь, какие проблемы оно решает. На данный момент ты видишь, что у тебя продолжает код дублироваться, все равно ты используешь. Хотя по факту... Ну вот, в общем, когда идем к объектно-ориентированному программированию, ты будешь просто понимать, какие проблемы оно решает. Ну, на самом деле, я, наверное, понимаю, что здесь, если бы в конфиге было бы, например, переменная датабейс, и мы бы могли бы конфиг забить переменную датабейс, и сказать, чем она занимается, мы бы здесь просто могли бы вывести переменную датабейс. Да, только единственное, смотри, что в конфиг это файл, в котором мы настраиваем определенные значения, задаем каким-то данным, да? Он не может сам по себе отвечать за то, чтобы подключение к базе данных. Для этого будет отдельный файл, типа датабейс, понял? Он не может быть в конфиге. Конфиг это же по факту то, что хранит информацию о каких-то либо, ну, какие-то значения, которые мы будем использовать на разных страницах. То есть сам конфиг говорит сам о себе, то, что он для этого предназначен. А файл там датабейс будет, то у него уже будет храниться там вся работа с базой данных. А можно сделать файл functions? Ну, тебе будет так очень сложно понять. Тоже functions, он же будет очень большой. И тебе, если что-то изменить, нужно будет очень много кода смотреть. Ты не понимаешь functions, и у тебя там все функции идут, да? Тебе нужно конкретно как-то разбивать их по смыслу. Тогда будет проще редактировать код, дорабатывать или после кого-то что-то переделывать. Окей. Ну, значит, будет датабейс, да, и... Ну, функции тоже решают. Функции по факту тоже решают проблему дублирования, потому что ты не описываешь их по-новой. Ты по-новой не пишешь куски кода, ты можешь вызвать просто по названию. А потом, если тебе нужно изменить, тебе не нужно во всех файлах менять, ты меняешь только там, где эта функция описана. Ну да. Смотри, а можно сделать, например, операции с базой, да, как мы бы делали pinz, pin2, да? Например, при споте этой переменной вот такое название, смотри, только ты передаешь туда, ты можешь... Ну, можешь сделать так, да. Да, не больно. И потом их просто выводите вот эту функцию. Ну, это не совсем так делается. А как? Ну, мы потом уже рассмотрим классы, которые будут создавать в базе данных. А, классы бы какие-то, да? Окей. Ну, хорошо. Я работаю с базой данных. Да. Когда у тебя начинается опять HTML, тебе нужно закрывать PHP тег. Потому что в PHP ты открываешь тег, оно ожидает инструкции PHP, и body HTML в PHP не будут, ну, непонятными инструкциями для PHP. Вот, подключение к базе данных я создал. Единственное, что мы это должны сделать тоже сверху, где-то после второй строки. Потому что у нас вот эти операции выполняются, то, что мы именно там получаем данные, все такое, сверху. А на странице мы же их просто выводим. Мы же их там просто выводим, уже содержимое. Дальше тебе нужно выполнить SQL-запрос к базе данных, чтобы он тебе вернул посты. Угу. Ставь его. Можно сделать переменную пост? Нет, ты все делаешь. Сделай сначала все сверху. А, нужно здесь? Да, получи посты пока сверху. Так можно сделать и переменную пост или нет? Да, у тебя будут храниться посты в переменной пост. Угу. Что еще тебе нужно в базу данных передать, чтобы оно поняло, что ты хочешь вообще сделать? Десятая строка, например. Да, но здесь мы делаем запрос. Нет, здесь мы делаем ввод. Запись в базу. Ага. Ну, ты сможешь сменить insert на select. Ага. То есть insert это вставить, а select это получить. Айди нам нужно? Нет, мы же хотим получить абсолютно все посты. Если ты хочешь получить определенный пост, тогда ты пишешь select all from posts, where id равен единице, допустим. Или, ну, айдишник поста. Select all? Здесь? А вот эта звездочка значит, что это получить, select, получить, звездочка, все, с from страницы, ой, с таблицы и пост. Да, where id равен единице, можешь удалить. Ааа, окей. Нажми go, допустим, посмотришь, как отработает. О, там все вывел, да. Все посты. Окей. Ты можешь, если хочешь, но просто так удобно читабельней, да, когда ты можешь вторым параметром передать просто строку, а не переменную, да, разницы никакой. Ну, да, как-то проще, да? Ну, так просто читабельней. Окей. Так уже отдельно идет запрос и отдельно идет этот вот, query запрос к позитивным. Это же так делается, да? Ааа. Правильно сделал? Да, верно. Йоу, еее, получилось. Ну, вот как-то так, наверное, да? Запиши, это все результат. Ну, можешь сейчас printr сделать пост. Ну, или вардамп, там разницы нет, просто они по-разному выводят. Сейчас тебе еще кое-что покажу, кстати, при распечатке. Это пишется в круглых скобках, это функция. Посмотри, какие данные ты получишь. Вот, ты получил объект. Объекты мы не учили, но мы можем преобразовать это, допустим, в массив. Да? Смотри, как это делается. Зайди в страницу. А почему мы уже получили объект? Потому что это дефолт нам упрощает объект. По дефолту объект. То есть, выдача данных с MySQL, это по дефолту идет в объекте? Да. Смотри, зайди обратно, напиши это все в результат. Не в пост с переменной, а в результат. Сейчас. Секунду. Вот так вот. Теперь напиши. Сейчас скину. Передай результат. И это в сохранив переменную. Пост. Теперь посмотри, как выведет. Должно вывести в массиве. Точка запятая забыл. Вот, видишь, теперь массив вышел у нас. Только мы получили один пост, если я не ошибаюсь. Ну да. И как-то его нету. Тайтла нету, ничего нету же. А пока покажи, что у тебя первое. Вот мы получили первый пост, походу. Мы только первый пост получили, да. Зайди-ка в код на секунду. А зачем ты сделал здесь такие пробелы? Ну, можешь удалить их. Это я просто скопировал. У тебя швырнул запрос, все. Фетч Ол. А напиши Фетч Ол. Слипно? Ну, смотри, тебе должно подсказать оно. Саму функцию. Нету Фетч Ол? Нет. Ну, попробуй так. Странно. Я просто забыл, как пишется здесь. Олай, Фетч, СОЛ, Фетч Ол. Фетч Ол, 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 Ол. Есть. Есть? Сработало? Нет. Посмотри. Я посмотрел на печки инструкции. Посмотрите, сработает. Да, есть. Мы получили все теперь. Получается, мы получаем что? Мы получаем массив, внутри которого вложены массивы. И каждый массив внутри самого главного, это какой-то пост. Но видишь, как оно все криво распечатано и очень сложно читать, да? Да. Зайди в код. Так, чтобы когда мы принтер пишем, чтобы оно выводилось более как-то красиво все, сделай над принтером еще эхо и в кавычках напиши техпри. Что? Техпри. Техпри. Вот так вот. А. Точка запятой? Видишь? Нифига себе. Что это за такой тег? Ну, он просто будет выводить информацию в таком вот стиле. Я не знал, что такое тег есть. Вот, смотри. И сразу становится понятно, что мы получили. Мы видим, что самое главное, это у нас есть, мы получили всего лишь один массив, да? Но внутри него лежит несколько массивов. А каждый этот подмассив, да, внутри главного массива, это статья какая-то. Ну, это тоже массив, нет? Вот эти данные, это тоже массив. А? Саша, эти данные, это тоже массив или нет? Это, нет, это уже ключ значения. А, окей. Смотри. Единственное, что у нас 0, 1, 2, 3, 4. Там нужно fetch all asoc. Вот, сделать. Сейчас нужно посмотреть, как пишется это правильно. Fetch all asoc. Вот. Сейчас я быстренько на гуглю. И тогда у нас будет не 0, 1, 2, 3, 4, А там name, article, title, да? Ну, title, description. Вот это все будет написано. Угу. Угу. по дефолту там стоит другой, только не так. Вот так вот напиши, запятую, да, и вот это вот. Можешь забить mysqli.patch.all и там есть параметры, по дефолту оно выставляет array, типа, или как там, ну типа массив, и получается не ассоциативный, у нас идут ключи, там 0, 1, 2, 3, 4, да, 5, но нам неудобно будет к ним обращаться, мы не знаем, что 3 это description, мы не знаем, что 2 это title, то есть типа такого, вот, начиная с нуля, вот, тогда мы пишем patch mysqli.asoki, тогда мы получаем ассоциативный массив, вот это называется ассоциативный массив, когда у нас есть текстовый ключ, да, и значение. Вот, так удобнее будет обращаться к элементам. Смотри, заходи на страницу, в редактор, да. Ну, нам это больше, нам это больше, получается, не надо? Нет. Мы уже получили посты так, как хотели, а заходи в, теперь в бани, и там php, да. Мы будем это все выводить, у нас каждый отдельный пост, это что, ну давай, 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 давай начнем с вывода. Как мы можем получить каждый элемент массива? Нам нужны абсолютно все и абсолютно каждый. Не знаю. Я тебе рассказывал про циклы. Помнишь? Да. Перебором каждого массива надо, да? Да, нам нужен каждый элемент массива. Для этого есть отдельный цикл. For? For each. Пока не закончится, типа, да? Да. Начиная с самого первого, заканчивая последним. Он абсолютно на каждом отработает. Пиши. Я не знаю, что писать. For? Не, не, вместе пишется. For each. Круглые скобки. А только сделай отступление, там где php у тебя все. Это там потому, что она как бы идет внутри. Ну, я имею в виду... Давай, стаб, ага. Вот. For each. Пишем. И тоже, я думаю, php теги, мне кажется, тоже нужно. Ну, сделать табуляцию для них. А потом для содержимого php. То есть 15-ю, 16-ю табуляцию сделай. Строки. Да, да, сейчас. Вот, все, 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 не нужно. Здесь не нужно. For each мы пишем. Здесь что мы передаем? Первым параметром мы передаем наш массив, в котором хранятся другие массивы. Ну, которые мы будем перебирать. Использовать каждый его элемент. А каждый элемент этого массива – это статья. Да? Да. Вот, значит, в нашем случае это пост. Да. Дальше – s через пробел. s. То есть, как мы будем обращаться к каждому элементу? И название переменной. Как мы хотим обращаться к каждому элементу? Не знаю. Как? Как хотим. Мы будем получать конкретно первый элемент. На первом случае, как будет отрабатывать. Второй раз будет отрабатывать, мы уже будем последующий элемент получать. А у нас каждый элемент – это статья. Подожди. Сначала мы обращаемся к статье, и потом сразу к каждому… Не, мы обращаемся сначала к массиву, который содержит много статей. Ну, обратились сначала к массиву, потом к каждой статье, проработали каждую статью, и потом ключи каждой статьи. Либо мы сначала отрабатываем полностью каждую статью с каждыми ключами. Смотри, что нам нужно сделать. Тебе нужно написать «Posts as post». Пиши. Теперь я открою скобки волнистые. Сейчас увидишь все. Теперь напиши «Echo». Теперь напиши «Echo». «Post». В кавычках «Name». Отступи. «BR» выведи. Конконтенацию произведи. Да, и сделай в изветочки с двух сторон пробелы. Посмотри теперь, что у тебя выведется. У нас title, а не name. У нас title, а не name. Title, да. Мога шайдишь. А, то есть он выведет каждой статьи title, да? Да. Смотри. Вот что происходит. Мы берем массив и как мы будем обращаться к каждому элементу. Потому что мы будем работать абсолютно с каждым. На каждой итерации. И мы будем обращаться к нему как к посту. Его имя. Задаем пост. Мы можем задать элемент. Можем задать артикл. Да как хотим. Это произвольно задается. Но для удобочитабельности, для того, чтобы было удобнее читать, мы задаем ему там пост. Соответственно, множественное число сначала мы берем. Потому что там много статей. А потом, типа как один элемент уже идет, тогда мы называем пост. Ну, по факту. А мы можем сделать так? Тебе нужно опять подписать будет пост. И этот вот. А что будет, если будут в их месте? Там нет такого параметра. Нет такого, да? Ты обращаешься к конкретной ячейке. Сдаешь адрес конкретной ячейки в массиве. Ну, у нас description такой почти как title, да? А как сделать, чтобы они были на одной строке? А убери BR над верхней. Поставь что-то другое. Можешь поставить равно, допустим. Ага. Только не так. Как обычный текст. Это же не те, как тему вывести, а просто текст. Для того, чтобы самим видеть, как оно будет. А здесь оставь, здесь оставь, чтобы оно все в одну строку не превратилось. Точно, да. Ага. О, прикольно. А как тогда дату? Точно так же. То есть здесь можно сделать date. Здесь оставить равно. Два, чтобы было видно. Нет. Да. Не важно. О, блин. Круто. Смотри. Теперь мы сделаем так. Заходим в код. Перед пост мы пишем текст обычный. Конкатинируем опять. Но пишем уже title, допустим. Да? И потом конкатинируем. Пишем. Сейчас увидишь. Пиши в первом случае перед постом. Перед этим? Перед переменной пост, да? Там где title. Да. Да. Спиши обычные две... Ну, две вот этих вот. Кавычки. И сконкатинируем, потому что будет ошибка. Конкатинация должна быть. Только не здесь, а потом. Потому что перед этим у тебя ничего нету. Не надо. Вот так ставь точку и с двух сторон пробелы. Вот так? Да. Ты в первом случае два пробела сделал, нет? Два. Удалий один. Я имею ввиду... А, один пробел. Все верно, да. Я просто думал, что там два. А, нет-нет, один. А здесь тебе написать title, да? Да, и пробел. Потому что она будет сразу после двух точек идти. Вот, выводится тайтл, а потом BR сделаем. Нет, подожди, доделайся. Прикольно. Доделайся. Сейчас сделаем берегом. Потом BR. Место равно. И здесь делаем место равно BR. Потом, пускай вторым будет description, это будет третьим дата, да? Да, да. И третьим дата. Ты уже скопировал дату, нет? Ладно. Нет, я стер ее. Теперь смотри, еще сделаем мехо и HR. Все. Теперь смотри, как будет все выводиться. Уже более похоже на отдельные посты, да? Угу. Квотом. Таким образом мы выводим информацию из пазы данных. Получаем ее, потом преобразовываем в нужный нам формат, чтобы было удобнее с ней работать, да? И потом просто выводим через 4H, 4H перебирает абсолютно все элементы. На каждой итерации мы получаем следующий элемент и уже работаем как хотим. Мы работаем с помощью ключей, получаем его значение. Угу. Вот таким вот образом. А можно поставить ограничитель по дате? Какой ограничитель по дате? Ну вот, например, знаешь, бывает на страницах показать записи с по какую-то дату. Да, ты можешь это сделать. Зайди в 4H, который перебирает, и там ты можешь сделать if внутри него. Открыть. Это в if. В if обычный. Условный. Здесь в круглых скобках тебе нужно написать выражение. Да? Допустим, у нас если пост, обратитесь к элементу post. А в квадратных скобках date. Ну, только с кавычки еще, да. А больше, допустим. Больше равно, да. И напиши дату, которую ты хочешь. Точнее, меньше, допустим. Ну, до вчерашнего дня все выведем, да. А сегодняшний день мы уже не будем выводить. Ну, или наоборот. Только сегодняшний и последующий. А тогда больше равно. И напиши сегодняшнюю дату в том формате, как в базе данных хранится. Ну, сегодняшнюю дату просто. Окей. Вот. Теперь у тебя будут... И это все нужно обязательно в волнистые скобки взять. Потому что у тебя if, и непонятно, что ему принадлежит. Как мы поймем... Нет. Тебе нужно взять в круглые скобки тело его. Это выражение. А после выражения идет тело. То есть команды сами. Которые будут выполняться, если тело... Если инструкция у нас срабатывает. То есть если у нас труд, а только эхо тебе нужно откинуть табуляцией. То, что оно внутри ипо. Вот видишь, если у нас сработало выражение, то есть если оно действительно соответствует правде, тогда мы вот это вот сделаем. Мы видим посты. А если нет? А если нет? Тогда... Если нет, то... Послушай. Если нет, мы можем ничего не писать. Да? Потому что, ну, мы их действия не хотим выполнять. Либо можем как-то по-своему повлиять на это. Нет. У тебя будет очень много таких записей. На каждый пост будет своя запись? Ну да. Потому что у тебя Farage прибирает там сколько? Девять раз. Потому что девять постов. Прикольно. А как это сделать? Тебе не нужно вообще ничего писать, допустим. Смотри, Элс. Ну, ладно. Давай. А что ты хочешь? Я хочу, например, что когда их юзер выбирает дату, да? И если постов нету за такую дату, чтобы ему один раз вывелось ссорить, но таких его постов нету. Окей. Сейчас мы это сделаем. Давай сначала посмотри. Элс у нас ничего нету. Да? Смотри его. Ну, мы, допустим, ничего не делаем, просто не выводим посты, которые не соответствуют дате. Дальше ты создай новый пост, который будет соответствовать этой дате в админке. Чтобы мы... Ну, сегодняшний, да? Новый пост сегодня создадим. И мы увидим, что сейчас у нас ничего нету. Посмотри на страницу, пост с PH, обнови. У нас ничего нету, абсолютно ничего не выведется. Создай новый пост. Можешь, как хочешь. Можешь через админ панель, можно будет заполнять. А ты можешь даже не создавать пост, зайти в базу данных и изменить там. Понял? Ну, просто, чтобы быстрее было. Могу. Любого поста ты меняешь дату просто на сегодняшнюю. Все, смотри, пост с PH, там появится этот пост. Единственный. Видишь, теперь наши условия работают. Если какие-то посты не соответствуют дате, то мы их не выводим. Давай сделаем, чтобы у нас над пост с PH, то есть в баде, было предложение выбрать дату, да? Давай. Отпиши HTML-овский, тебе нужно формочку создать. Да. Ну, форм. Ага. И... Ну, закрывай ее сразу. Не забывай закрывать. Sorry. Смотри, форма и H3, у тебя лежат в баде. Откинь их вперед. Табуляция. Потому что они принадлежат, они дети баде. Ну, да. Они его дети, они должны быть после... Ну, табуляции должно быть. А H3 тоже. Блин, а что он стирает? Потому что ты его выделяешь всего. Смотри, внутри формы у нас там, по-моему, тех какой-то, select, что-то такое, в общем. И можно будет выбрать, ну да, select option. Не, не дейт, не пиши дейт. А что сказать? А просто select option, option. Там опции типа идут. Select и, по-моему, options. Вот так вот мы пишем. Пиши. Нет. По-моему, это просто тех, тех select. Select. Типа, да? Да. И внутри него опции. Какие? Ну, смотри, одну эту у тебя, одна лишняя, видишь. И опусти его. Ну, закрывающий тех. Внутри него ты пишешь опции. Нет, тебе не нужно... А, да, он внутри формы. Да, все правильно. Пиши option. И создай столько, сколько у тебя будет опций, допустим. Что это такое, опция? Смотри, создай их несколько, я тебе сейчас покажу. Смотри, смотри, это 17-й строку и создай несколько опций. Ну, копируй, ставь, и увидишь сейчас. Ага, ага, окей. Напиши три названия страны. Три страны и их названия. И зайди на сайт, посмотри. Допустим, пользователь хочет выбрать страну, и он выбирает таким образом ее. Точно так же он хочет выбирать, допустим, дату. Мы можем сделать любым способом. Можем сделать, чтобы он ее самостоятельно вписал в текстовый input. Можем сделать опциями. По-моему, даже как-то можно вставить html-овский вот этот вот календарь, допустим. Я бы хотел календарь вставить, наверное, да. Да, если такой и есть, посмотри. Ну вот он есть, да. Вот календарь-то можешь стать. То есть, вариаций много. Нам, в принципе, важно. Давай я вставлю вот такое. Ну, встави это. Вместо селекта. Вместо селекта, да. InputDateIDStartPostDateValue2020.0.1 Ты можешь передать в PHP функцию date, допустим. И оно получит сегодняшний день. Смотри это. Ага. Напиши в PHP теге открывающий-закрывающий. Вот так? Да. Закрывающий тоже. Нет, ну, просто там скобка и знак вопроса. И, смотри, там две с этих вот лишних скобки. Нет, 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 поставь, поставь, поставь. Там между PHP, закрывающим и открывающим. Там они не нужны. Не нужны? Нет, ну, посмотри, как у тебя открывается и закрывается. Ну, да, точно, да, что-то, да. Протупил. Еще один торопил и по центру пиши. Не нужно на новую страницу. Потому что у тебя одна строка всего лишь будет. И функцию date. Единственное, что... Точка запятой. Единственное, что date, я не знаю, или он подставится. Зайди на страницу, посмотри. Возможно, нужно будет эхо дописать, да, перед ним, чтобы оно его вывело. Посмотри, пожалуйста, на странице или... Нет, текущая вроде не стоит, дата, нет? Не стоит, нет. Тогда выведи эхо, напиши. Напиши эхо перед date. Тогда мы его выведем, получается. Понял? Тогда она, получается, отработала, но она не вывелась. Так, посмотри value. Посмотри value. Через инспектор. Value, что у нас? At least one parameter. А, один параметр ждет date. Формат, точно. Да, точнее, передай ей формат. Как мы передавали, когда, допустим, что мы делали? Регистрация, по-моему. Не, не посты, создание постов. Там, где у нас создание постов, у нас функция date отрабатывает. Мы это передавали ей параметр. Именно формат, как, вон, видишь, на шестой степени. Она формата из-за этого не вывелась. Возможно, их и не можем. Посмотрим сейчас. Е-е-ей. А посмотри, без эхо, будет работать или нет? Мне кажется, что нет. Ну, увидимся сейчас. Да, у меня. Верни, потому что она, получается, отработала функция, но мы ничего не вывели. Она не показалась, да. Нам всегда нужно вывести это. Посмотри, еще другой момент. У тебя сработало, да? И альтернативный синтаксис тебе покажу. Смотри, эхо и php. На шестнадцатой строке покажу, как еще можно написать. Знак вопроса оставь. Знак вопроса оставь. Верни, в знак вопроса. Так вот, водорог, он есть. Нет, начинающий. Да, да. Смотри, php и эхо. И напиши равно. После знака вопроса. Вот так вот. Все. Это альтернативный синтаксис. Он будет работать так же, как и предыдущий вариант. Это типа какая-то сокращенная версия? Да. Вот так тоже можно писать. Единственное, что я слышал, то, что планируют убирать вот эти знаки вопроса. То, что после, когда начинается php, то она будет, скорее всего, в новых версиях. Это я слышал. Я не знаю, или это правда. Уже нельзя будет использовать вот эти. Ты мог бы и в начале, и всегда использовать сокращенные, не дописывать php, когда открываешь. Ты можешь, а оно будет работать. Оно будет работать. Но я не знаю, или это не уберут в следующих версиях. Но я также слышал, то, что если даже и уберут, то вот это равно останется, типа, когда мы дописываем. Вот почему там, допустим, потом, если чувак захочет сменить версию php, у него ошибки будут, то, что непонятно, что он делает для php. То, что в новых версиях могут изменить. Окей. Вот. Ты конец? Сейчас я правильно понимаю, что нам выбор юзера надо записать в переменную, и потом эту переменную ставить в цикл. Да, верно. Окей. Так, тогда как мне это сделать? А форму как он у тебя отправит? На что он нажмет, чтобы форма отправилась? Ну, блин, да. Кстати, он выбрал дату, и что дальше? Ну, и может, нужно как-то ей передать, да? Да. Может, чтобы была кнопка? Нужно. Которая отправит форму. И в форме допиши action и метод. Акшен будет в этом же файле у нас. Он дальше никуда не будет передавать. Он будет передавать в цикл. Он будет передавать, когда форма отправляется, у нас страница полностью рефрешится. У нас страница перезагружается. Если мы в action ничего не пишем, то оно передаст на эту же самую страницу. То есть мы оставляем его пустым. Потому что нам нужно получить данные именно на этой странице. Тогда ты после шестой строки, допустим, создавай переменную selectedDate. Допустим. Дальше сам. Глобальная переменная, да? Да. Так. Дальше у нас она работает. По. Get. Смотри. Зайди. Если ты отправлял форму методом post, то тебе нужна глобальная переменная post. Если ты отправлял методом get, то тебе нужна суперглобальная переменная get. Бля. Я забыл. Post прячет линк, да? В адресной строке. Да. Ага. Пост. И потом нам надо взять, наверное, name, post date, да? Угу. Правильно? Пусть, да. Увидишь ошибку еще. Ну, увидишь ошибку, переделаешь. Ну, пиши, пиши. Ну, вот мы получили. Проверяешь, как. Сейчас ошибка будет. Смотри. Стринг. Да, седьмой строке. Тебе нужны квадратные скобки, а у меня не круглые. Там, где пост. Ага. Потому что пост, это тоже, как бы, что-то вроде массива, да? Который содержит ключ и значение post date. То, что будет в форме. Post date. Так. Post ts. А, name такой самый, да? А, мы его не отправили. Мы его не отправили. Посмотри, сейчас исправим. Сейчас все исправим. Нажми сюда submit, допустим. Ага. Да, ошибка пропала. Почему она сразу возникла? Потому что у нас в посте ничего не было. Нам нужно сделать мерку. Если там ничего нет, мы просто присваиваем дефолтный, там, допустим, не знаю, дефолтное значение. Ну, допустим, текущую дату. Как это сделать? Можешь написать после седьмой строки. Ну, можешь над седьмой строкой, да? Над седьмой строкой пиши. И круглые эти вот. И set. Глобальная переменная пост. Это функция. Опять круглые тебе нужно написать. Юплей внутриквадратные. После сета не нужен пробел. Ключ. Нет. Но ключ, который нам нужен. Пост. Пост дэйт. Да. Нет. Нам не нужно ничего писать. Это уже есть первое. Если он есть, пост дэйт, тогда мы его присваиваем. Да? Тогда выполняется восьмая строка. Ты одну удалил случайно, круглую скобку. Ифовскую. Вот так? Да. Перезайди на страницу без, допустим, этого. Без нажатия там. Ты только не обнови, потому что она сохранится, по-моему. Выйди, просто зайди на другую страницу, опять на эту. Вот так. И напиши там пост. Допустим, в админ панели. Зайди в админ панель. Ошибки просто уже не будет. Можешь также написать еще да и окей. Допустим, чтобы мы точно знали, что ее нет. Допустим, это переменный пост. Тебе эту скобку, короче, не нужно табулировать. Потому что она не лежит внутри чего-то. Вот это? Да. Дай, допустим, окей. Мы узнаем, что мы попали, да? У нас нету постдейты. И ошибки нету. Нет, у нас есть сейчас переменная пост. Видишь, она сохраняет ее. Ты обновляешь страницу. Пробуй ее. Блин. Сатарел ПФ5 не помогает. Попробуй с админ панели перейти в пост. Вот, например, мой пост пишешь. Нет. Ну, неважно. Главное, что ошибки нет. Факт в том, что у нас просто пост сохранился в глобальном переменном пост. Факт в том, что теперь этой ошибки не будет. Вообще. Потому что у нас только если есть она, то только тогда она и будет присваиваться. Присваиваться, да? Иначе у нас... Иначе напиши else. Окей, да, окей, можешь стереть. Смотри. В том, ошибки уже больше не будет. Почему? Потому что у нас не будет присваиваться, если его не существует. Ошибка была в том, что мы пытаемся присвоить несуществующий в посте элемент. У нас нету в посте постдейт, а мы его пытаемся переменную впихнуть. Я не понимаю в эту команду is set. Не понимаешь? Не-а. Задано. Is set. Задано. Если задан переменная post, postdate, тогда мы выполняем что-то. То есть есть. Если существует. Просто есть. А если не существует? Тогда if не сработает, и у нас сработает else. И там что будет? А в else мы присвоим переменной selected date. Присвоим текущую дату. Просто функция date и формат внутри нее передаем. То есть, если пользователь задал дату, тогда мы ее используем. Иначе мы используем текущую дату. Сегодняшнюю. А как он может проверять еще до того, как его выбрал? Первый раз, как пользователь заходит на страницу, у него if не сработает. У него нет ничего в посте, и он попадет в else. И он получит текущую дату. Потом, как он выберет, он отправляет форму на эту самую страницу. Она по новой прогружается с самой первой строки. И уже в переменной пост есть этот пост date глобальный. И мы уже select дату меняем на ту, что выбрал пользователь. Я понял. Вот сейчас до меня дошло. Окей. То есть, этот код срабатывает только после перезагрузки. После того, как форма была отправлена, данные в суперлобальный переменный пост попали. Как их там нету, то мы получаем просто сегодняшнюю дату. Окей. Гуд. Зайди, посмотри, что там и как там. Попробуй пощелкать, поменять даты. Сегодняшнюю там, да, мы получили что-то, выбрать другую дату. Единственное, что она должна быть в базе данных. У нас сейчас в input подставляется. Все нормально. Он меняет. Отправляем. На input все верно. Да, все нормально. Ну вот, у нас сейчас есть... Смотри, смотри. Тебе нужно поставить там, где value, да? Там, где value, зайди. В 22-ая строка. По дефолту у нас что будет выводиться там? У нас будет выводиться не сегодняшняя дата, а selected date. Если selected date нет, то будет дефолтная дата, да? То есть, 8-ая, 9-ая. Если есть, если пользователь выбирал, то будет 8-ая строка. То, что в 8-ой строке попадает в selected date. Иначе на 11-ой строке будет выводить текущая дата. Ну, да. Поставь туда selected date переменную. Сюда? На 22-ой. Тебе его тоже нужно через echo выводить. Либо через PHP дописал echo, либо через равно вот это. Да, и не нужно. Echo не требует круглых скобок. Блин, я все это путаю. И там после открывающего тега лучше допиши PHP, как я говорил, что он... Говорили о том, что он выйдет из поддержки, не знаю. Вот и посмотрим. Это мы будем менять дату, теперь будет выводиться та, что мы выбрали. Меняй какую-то дату. Нету 30-ого этого месяца. Или дня. Вот, все меняется, все сохраняется. И посты должны выводиться в соответствии с этим. У нас сейчас посты выводятся не в соответствии с тем, что выбрано. Почему? Потому что мы не передали сюда, в цикл, переменную selected date. Верно. Мы там ставили свое значение. А нам нужно то, что пользователь хочет. Да? Вот так. Да. Все, теперь будет по выбранной дате выводить те посты, которые выбраны. Дата. Посмотри, у тебя там в какой-то день было создано много постов. Вот ту дату и вставь. Как в базе данных посмотреть можешь? 30-ого. 20-го, 1-го, допустим, 25-го там тоже были. 1-го месяца, 25-го числа. А, этот 1-й месяц. Ага. Только видишь, у тебя выводится не в том формате, в котором посты, и не совсем удобно. Ну, пользователь в формат немного именно в том, что можно было бы поменять и поискать, да? Но факт в том, что выводит теперь так, как ты хотел, по дате. Прикольно. Вот и сделал свой первый фильтр. Отлично. Да. А что мы там еще хотели, посмотри? Зайди в код, чтобы я вспомнил. Что-то еще хотел сказать, забыл, наверное. Нет, вроде бы уже все сделали, что... А, да, хотел вернись там, где if else, да? Еще хочу кое-что рассказать. Если у тебя в теле if'а лежит всего лишь одна инструкция, то есть, если у тебя идет набор команд, с нескольких строк, несколько команд, там будет много всяких команд, то нужно волнистые скобки открывать, чтобы не было ошибки, да? Но если у тебя всего лишь одна команда, то ты можешь удалить скобки на девятой строке и открывающую тоже. Посмотри, как это будет, и это будет работать точно так же. Если у тебя она всего лишь одна. Если их больше, ты обязан открывать вот эти скобки. Так же и селси, если не ошибаюсь. Вот таким вот образом. Все, должно работать аналогично. Ну да. Ну а если у тебя будет там еще одна команда, то у тебя будут ошибки. Допиши, допустим, в if'е, хотя у тебя он не будет срабатывать, потому что у тебя пост есть. Допустим, в else, допиши. В else, допиши. Мы в if не попадем. Потому что у нас есть глобальный премьерный пост, да? Запиши еще одну команду. Любую. И будет ошибка. Нет. Прикольно. Возможно, в if'е она будет. Просто тогда... Странно. Я не помню, как там, но в if'е... Но должна быть ошибка. Именно если идет... Ты не попадешь в if'е этот. Видишь, у тебя непонятно какой else. То есть она не знает, из чего бы ты пишешь else. Да, да, да. Если у тебя одна строка, да, в теле, тогда ты можешь не писать вот эти волнистые скобки. Если у тебя идет их много, команд в теле, if'ave else, тебе нужно писать обязательно вот эти скобочки. Ты присвоение написал. Ты присвоение написал. А, присвоение? Да, ты одно равно. Да, точно. Ага. Ну, прикольно. Круто. Вот, отлично. Ты можешь это все сделать более красивым. Да? Смотри как. Зайди в код. Ты можешь спокойно делать тут обычные HTML-разметки. Перед... После 27-ой строки. После 27-ой. Создай новую. Пиши, допустим, эхо и тех артикл. Может, давай подключим CSS? Можешь подключить CSS. Это тех. Тех тебе все равно нужно писать здесь. Только ты его пишешь через эхо. Да? Да. Либо, слушай, либо через эхо, либо второй вариант. Закрыть php-тех, написать HTML, открыть php-тех перед тем, как будут начинаться новые команды php. Понял? Ну, как-то проще, наверное, через эхо, да? Но! У нас, не забывай, есть альтернативный синтаксис. Если я тебе о нем не рассказывал, может, рассказывал. Смотри. Смотри, эхо. Смотри. У нас идет for each. И вместо вот этой... Вместо вот этой кавычки, да? Там, где на 26-ой начинается открывающая кавычка, напиши двоеточие. Вместо нее последнего символа на 26-ой строке, да. Двоеточие напиши. И в конце, на 34-ой тоже замени это на end for each. End for each вместе пишется. И точка запятой там. Смотри, теперь у нас for each таким образом. Точно так же сделать с if. Start if и end if. Вот. Теперь ты можешь внутри писать полностью HTML-разметку с элементами PHP. Да? Смотри... Подожди. Закрой PHP тех на 28-ой строке. И открой его на 32-ой. Точнее, создай новую. Подожди. Создай новую. После HR-а. После 32-ой. Создай новую строку. И открой PHP тех. Потому что опять PHP команды идут, да? И опусти его табом, да? Ну вот. Вроде. Нормально. Или лучше, мне кажется, что если... Подожди. Просто смотрю, как лучше. Я думаю, что 28-ую строку лучше перенести, конечно, на 27-ую. Ну, это неважно. Как это сложно. Неважно. Оставь как есть. Оставь как есть. Смотри. Теперь, по факту, 29-ая, 32-ая строки — это HTML-разметка. Всё. Можешь зайти на HTML, посмотреть, у тебя это эхо будет выводиться текстом. Видишь? Это теперь HTML. Как получилось? У нас альтернативный синтаксис. Зайди в код. У нас идёт то же самое, но написано по-другому немножко, да? У нас заменено открывающая кавычка на двоеточие, а закрывающая кавычка на endforage и endif. Почему? Потому что если бы мы очень много открывали, закрывали теги и писали просто там волнистые кавычки, мы бы не понимали, к чему она принадлежит. Мы бы не понимали. У нас бы вот сейчас 34-е и 35-е, у нас было бы просто две волнистые вот эти вот штучки, да? Если у нас код побольше, в нём больше if, больше различных инструкций, то нам будет очень сложно определить, где начинается какой-то if, где он заканчивается. Потому что вначале будет for each, if, while, do while, там, что угодно, неважно, несколько if, вложенные if, а в конце просто кавычка, 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 и мы не можем определить, где что, к чему относится, да? Так. Потому мы используем альтернативный синтаксис, потому что мы будем писать HTML внутри этого кода, и нам нужно, чтобы было понятней. Если HTML, да, у нас будет много вот этих открывающих, закрывающих тегов PHP, и, соответственно, будет много волнистых этих вот. Но вместо этого мы используем альтернативный синтаксис, и сейчас все, что на 29-й, 32-й строке, по факту, HTML. Мы можем спокойно удалить echo title, написать там просто title, да? Вот можешь стереть echo и кавычки, да? Оставить просто title, потому что это уже идут команды для HTML, обычный HTML. Так а как он будет выводить переменную? А переменную, чтобы вывести, нам нужно обратиться через PHP-теги. Теперь мы будем вставлять PHP-теги. Понял? Открываешь PHP-тег, равно, допустим, да? Ну, можешь так не писать, а альтернативный синтаксис. Сотри PHP, напиши равно, допустим. Или написал PHP, дописывай echo. Ну, допустим, будем писать равно. Да? Не, ну мы же как? Ну, как очень. Если хочешь так, делай так. Если хочешь так, делай так. Мы же будем делать так, да. И закрываешь PHP, там где команды для PHP закончились. То есть, мы получили, да? И все. Дальше у тебя опять идет HTML. Смотри эту точку, смотри эти кавычки. Вот, смотри эту точку с запятой. Это обычный HTML у тебя. Теперь title у тебя корректно выведется. Прикольно. Остальные тоже у тебя это все осталось, потому что это были команды для PHP, но сейчас этим занимается HTML твой. Интересно. Так со всеми сделай. Да, делаем. И ты можешь потом вставлять любые теги, да? Ну, потом, когда захочешь, сможешь все, что угодно изменять, как обычный HTML. Вот, смотри. Да. Я понял, понял. Да, это как бы прикольная штука. 32 полностью она не нужна. Ну, либо напиши просто HR. Видишь, у тебя там эхо идет. Ай, да. Ты можешь полностью ее, вот эту теперь статью оформить как угодно. У тебя не нужно будет создавать, не нужно будет весь HTML помещать в эхо. Также могут быть проблемы в том, что когда ты создаешь какой-то тех, и у тебя в нем есть атрибуты. Допустим, как форма, ты создаешь форму или имидж и соурс, да? И у тебя есть соурс, и тебе опять нужны кавычки. И там могут быть проблемы в том, что не будет понятно, где PHP должен работать, а где будет работать HTML. Нужно будет заменять, да, на одинарные, двойные. И там различные, вот, когда, особенно большой кусок HTML, будет очень сложно его редактировать, будет очень сложно контролировать все. Так будет удобней нам. А как тогда присвоить, если была бы картинка? Что? Ну вот, смотри, да. Вот ты говоришь, а, ну у меня так же там, наверное, было бы, да? В, есть, если у нас картинка, смотри, картинку мы в базе данных хранить не можем. Картинка хранится у нас вместе со всеми файлами в папке проекта. В базе данных мы храним к путь к картинке. А потом в имидж SRC мы вставляем этот путь, получив его с базы данных. Ну это уже посложнее тема, наверное, да? Это уже потом будем делать. Нет, это очень просто. Просто, да? Как ты вывел тайтл, точно так же ты выведешь SRC. Смотри. Сейчас тебе напишу. Вот. Ставь себе в редактор, если хочешь, так будет синтаксис подсвечиваться лучше. Ставь вместо имидж, допустим, в SRC, вставь просто тайтл. Ну, да, вставь тайтл туда. И посмотришь. Ну, посмотри, вставь тайтл. Нет, 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 нет. SRC оставь. Я имею в виду в значении. Вместо имидж вставь тайтл. Ага. Ну тебе имидж на 32-й в начале не нужно писать. Почему? Потому что, ну, ты же не пишешь пользователю, что и дальше идет компьютер. Ну, я понял. Да, да. Ну, просто, чтобы было как бы понятно, что это здесь будет имидж. И напиши alt. Да? Альтернативный. Что будет перед последним символом? Пробел. Что? Что? На 32-й строке. Последний символ. Перед ним напиши, поставь пробел и alt. Запиши. Равно и напиши альтернативный текст, который будет выводиться, если такой картинки нету. Картинка не найдена, допустим. The picture was not found, допустим. Was not found. Окей. Заходим на сайт. Смотри. Сейчас будет сапикчер из not found. Почему? Открой. Посмотри. На путь. Через инспектор. Смотри. У тебя в src сейчас написано max. Точно так же мы с базы данных будем получать что-то вроде такого. Images и doc.png. Ну, jpg. Вот точно так в базе данных хранится просто путь. Мы будем подставлять вместо тайтла путь. И в базе данных, в таблице будет храниться путь к картинке. Картинка непосредственно лежит у нас в папке с проектом. В этой папке images и название картинки. То есть, когда мы здесь будем добавлять, вот здесь у нас будет в кнопках добавить картинку, да? Да. Что будет происходить при... Сама картинка будет отправляться в папку images, папочку images. Мы будем сохранять путь к этой папке и картинке в базу данных. А потом обращаться к пути, к пути, ну, к пути, по пути. Ну, ты понял, да? Будем обращаться и заходить непосредственно уже в папку и получать эту картинку. Вот так все работает. Ну, это уже, наверное, в следующий раз мы сделаем. Это очень интересно, как это будет происходить, потому что как тогда база будет... То есть, как мы будем... База не хранит картинку, база хранит только путь. Обычно. Как мы будем определять путь? Вот мне что туда интересно. Мы сами записываем путь, где у нас будут храниться картинки. Название файла. Название файла задано изначально, когда файл еще на тебя на компьютере лежит, он у тебя уже как-то задан, как-то назван. Ладно, давай сейчас сделаем. Давай потом сделаем. Смотри, картинки, посты. Я тебе договорю то, что мы делали. Ты можешь теперь создать тех артикл, допустим, после 28 строки. Теперь ты абсолютно любую HTML-разметку можешь сделать. Закрыть его в конце, перед HR-ом, допустим. Перед HR-ом. Почему? А, ну да. И, допустим, у тебя тайтлы тоже в пишке будут. Любые HTML-элементы. Любые классы теперь будут преобразовываться и иметь свои стили. Допустим, мы хотим... Можем убрать HR, да? Убери HR. Напиши в хедере, там где хедер, скрипт стайл. Стили. Стили. Да, стили. И табуляцию. Потому что он лежит внутри хед. Да, сделал. А. Табуляцию. Напиши, допустим, артикл. Да? По тему будем обращаться. Артикл и инструкция. Просто артикл. Пиши. Блин, я что-то забыл, как бы... Хедери. Просто пишем артикл. Не нужно ничего. Нужны волнистые скобки. Открывающие-закрывающие. Там в них идут инструкции. Опустение, но закрывающие. Пиши, допустим, вот так. Так, да. HR мы убрали. Он больше ничего не делает. Смотрим. Видишь, черные полосы появились. То есть любые стили теперь будут легко применяться. В нашем случае, когда у нас есть border-bottom, 3px, solid, grey, да. Точно так же мы можем и классы дописывать в HTML, и ID-шники, по которым мы будем, допустим, в нашей стиле подключать. Файл стилей мы можем как писать в хедере, точно так же мы его можем писать в отдельном файле и просто подключать его в хедере, да? Да, но потом сделаем, да. Окей, ты это понял. Ты понял, как выводятся статьи. Да. Ну, посты, посты. На странице, где ты их будешь редактировать, тебе тоже их нужно вывести. Только уже там немножко по-другому будем, потому что мы будем их менять. А, ну, то есть будет кнопочка, типа, редактировать, и не можно будет редактировать текстом, title, да? А, они будут выводиться в input-ы, type text. Ёпта, блин. Круто. То есть, как бы, можешь сейчас это попробовать сделать, только на этой странице, допустим? Да нет, давай, наверное, уже в следующий раз. Я имею в виду, нет, я имею в виду не полностью сделать, а просто посмотреть, как это будет примерно, чтобы ты какое-то представление имел. Написать перед title, допустим, или перед description, допустим, да? Это, конечно, если мы что-то будем менять, если мы новые значения будем передавать, опять же, нашему PHP-обработчику, нам нужно будет создать форму. Но мы этого делать не будем, мы этого делать будем уже, когда будем создавать редактирование постов. Сейчас просто, чтобы ты понимал, как это все будет работать. Мы пишем input, после description. После? Да. Перед самим description. Да, 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 да И в value мы помещаем уже то, что идет открывающий и закрывающий PHP-тег. Все, вместе с PHP-тегами в value. То есть копируй просто. Вот так? Да. И кавычки забыл. Удалил. Двойные. Поставь. Где поставить? Закрываешь после PHP закрывающего тега. После него. После него. И закрой свой input. Поставь двойные кавычки и закрывающий тег. Ну, точнее, просто стрелочку такую вот. Блин, что-то какая-то фигня. Вот, вот, вот так. Напиши перед BR-ом. Напиши вот так, и ты поймешь. Смотри. Выдели то, что... Напиши, как я тебе скинул. Куда? Перед BR-ом. Написал. Смотри. Выдели то, что у тебя в двойных кавычках. Просто выдели, чтобы ты видел. Ну. В двойных кавычках. У тебя идет открывающий тег. PHP. Вывести. Post description. Закрыть PHP. И это все. Value. Ну, тогда у меня лишнее получается. Вот это. Нет, у тебя input открытый был. Кто его закроет? Ты закрываешь им PHP тегом, не закроешь input свой. Ты закрываешь сейчас input. Понял. Вот, когда двойные кавычки закрылись, тебе еще нужно input закрыть. Теперь посмотри, как оно выведется. Да, теперь у тебя значение в input. Ты мог бы вывести text-area, а не input, да? И внутри text-area вывести это. Само описание. Так было бы даже более правильно, потому что описание у нас, как правило, большое. Большое, да. Но факт в том, что вот так оно работать будет, да? И тебе нужно передавать, конечно же, name. Обязательно задать каждому этому. Name. И у тебя там пост, допустим, description. Допустим, new post description или что-то такое, да? И это вот все будет так делаться. Потом ты создаешь кнопочку, которая будет у тебя сабмитить это все, отправлять. И принять новые значения, потому что у тебя каждая статья будет в новой формочке лежать. Ты отправляешь, конечно, получаешь... Также тебе нужно будет передать ID-шник статьи, чтобы было понятно, какую статью ты хочешь редактировать. Если ты передаешь один description, да? У тебя name сейчас пост description только передается через форму, если будет это все в форме. Ты бы не понимал, какую именно тебе нужно редактировать статью. Да? Да. Ну, ты бы не понимал. Обработчик получает что? Он получает только новое описание. Но он не знает, в какой статье его поставить. Для того, чтобы решить эту проблему, тебе нужно передать input type hidden и внутри него value ID-шник post ID. То есть после артикла, ты знаешь, что есть скрытый type hidden, который мы на странице не видим. Да. У тебя есть открывающий тех артикл перед ним. Мы сейчас это будем делать? Ну, я могу просто показать. Давай. Нет. Перед тайтлом. Ну, типа после него, да. Input type hidden. Закрывай его. А, name создай. Напиши ему name. Post ID. Только лучше пиши с нижним прочерком, да? Почему? Не знаю. Я чаще вижу вот так вот все делают. Так и здесь тоже надо сделать. Я так пишу все. Большинство, что смотрю, листы не до кода, то образом пиши. Name, post ID. И тебе нужно также value ему передать обязательно, чтобы было понятно, какой ID именно. Мы передаем. В нашем случае... Что мы передаем? Сам попробую понять. Ну, мы хотим... Что мы хотим получить? Ну, номер его из базы? Да, потому что он уникальный. И мы будем знать, что это конкретного элемента, конкретный ID-шник. И по этому ID-шнику мы будем менять ему на новое описание. Старое менять на новое. Ну, тогда нужно сделать, что? ID его с базы? Да, получить ID, value. Ну, как это сделать? А у нас переменный пост. Ой, переменный... Ну, переменный пост. Да, не супер глобальный, а обычный. На 31-й посмотри. Ага. Так как ты получал пост-тайтл на 35-й, так как ты получал пост-дейт на 37-й, точно так же ты можешь получить и пост-айди. В этих кавычках я могу ставить PHP-код? Конечно. В. Круто. PHP. Как у нас там пост-айди пишется? Просто ID. ID просто и все? Переменная... Пиши. У нас только нету переменной пост-айди? Нет. Мы к элементу массива пост обращаемся и к названию колонки. У нас как в базе данных колонка называется с ID? Ну, нулевая она у нас? Нет, мы создали ассоциативный массив. Теперь у нас по имени мы обращаемся. Мы же не обращаемся к тайтлу как к единице, а к description как к двойке. Мы обращаемся по имени, потому что мы поменяли на ассоциативный массив. У нас было там 0, 1, 2, 3, 4, 5, да? Ну да. Мы поменяли на ассоциативный массив, теперь у нас по названию, да. Ну, PHP также нужно закрывать. Отлично. Теперь, когда ты будешь по нажатию на кнопку, которую тебе нужно создать, ты должен отправлять форму. Форма у тебя должна быть всей страницей. Ну, артикл. Всем постом, точнее. Блин, что-то уже сложно как-то пошло. Сложно пошло уже как-то. Скажи, что непонятно. А? Скажи, что непонятно. Также артикл должен быть табуляция, потому что она у тебя внутри артикла. 34-е и 38-е. Инпут тоже. Я думаю, что, как бы, ну, во-первых, мы, наверное, должны вот эту страницу, post page, да? Зачем нам здесь делать редактирование? Мы же можем сделать... Мне нужно делать редактирование. Я просто показываю, как оно вообще делается. Но по факту мы можем этот кусок перенести на страницу, где будем редактировать. Да. И оно будет корректно работать. Давай, может, так сделаем. А на это и вернем все, как было. Только не удаляй, а просто скопируешь. Вставишь и будем продолжать, допустим, делать редактирование. А то я что-то как-то запутался, блин. Здесь нам не нужно делать редактирование. Это я просто хотел тебе показать, как оно вообще делается. Но мы же в админке можем сделать это, да? Мы же в админке хотели эти редактирования делать или где? Или ты хочешь на отдельной странице, допустим, не знаю. На отдельной странице, наверное, да. Как хочешь. Также у нас посты редактировать кто может? Только авторизированный пользователь. Там все эти проверки тебе тоже нужно перенести с админ панели. Ой, блядь. Это уже все. Это давай уже в следующий раз. У меня уже что-то это все. Я свое время знаю. Вот мне примерно полтора часа, и все. У меня потом какой-то ступор приходит. 12.00. Да. Да, такое бывает. Сначала идет хорошо, а потом ты подустал. Время такое приходит, когда уже сидишь, знаешь, полтора часа сидишь, мозги напрягаешь, потом уже все. Сложно как бы. Ну, прикольно, блин. Мне нравится. Ну, растем. Смотри, вот вообще в программировании в основном информация не идет, не усложняется. Просто если ты гуманитарий, то веб, именно веб-программирование я говорю о нем. Я не говорю о каких-то создании искусственных интеллекта и всего прочего. Здесь все очень просто. Единственное, что тебя отличает от начинающего программиста, это объем информации, и все, которым ты владеешь. То есть тебе нужно будет, вот сейчас ты вот эту информацию освоил, потом какую-то другую информацию освоил, и ты стоишь сильнее и сильнее. Но она, по факту, не усложняется. Да? Там могут быть какие-то определенные темы, которые будут у тебя на пути встречаться. На них просто тебе нужно будет потратить больше времени, чтобы их понять. Допустим, в JavaScript ты поймешь вот это вот начало какое-то, да, тебе сначала сложно, потом ты его прорвала. Просто чуть-чуть может больше на эти темы понадобится времени. Но по факту освоить можно абсолютно все. Нет никаких суперсложных. Просто нужно понять, как работает, как реагирует на определенные штуки. Вот это все потихоньку нарабатывается. Нагуглишь, то, что не получается сделать какие-то ошибки в ходе работы, тоже будут они всегда. И программист практически все время, как работает над проектом, проводит в гугле, да. Потому что нужно какую-то функцию выполнить, тебе нужно название ее нагуглить. Ты понимаешь, что тебе нужно делать. Ты понимаешь, что тебе нужно делать. Но ты можешь не знать, допустим, как, с помощью чего. Ты начинаешь там писать, как сделать, допустим, вывод постов по дате. Начинаешь искать примеры, начинаешь находить вот такие HTML-крузки кода. Начинаешь писать свои обработчики, думать, да. Возможно, что-то сам придумают. И по факту, когда ты растешь, то информация сложнее не становится. Но будут переломные такие вот темы, на которых тебе просто нужно будет больше времени убить. Да, которого у меня нету, по факту. Ну, у меня есть, как бы, у меня есть время, но очень мало, блин. Я имею в виду то, что будут, могут встречаться темы, которые чуть-чуть сложнее, как бы. Но в целом освоить можно абсолютно все и абсолютно каждый, как мне кажется, человек. Ну, без каких-то умственных отклонений, понимаешь. У меня пока что все более-менее идет. У тебя все хорошо идет. Я, ну, я когда сам учился, у меня все намного дольше идет и намного дольше шло все это. Намного дольше. Слушай, ну, ты больше меня ведешь в WordPress, да, такое, как бы. Нет, почему? То, что я тебе сейчас объясняю, относится абсолютно к любому языку программирования. Ты сейчас перейдешь на JavaScript, начнешь писать это на JavaScript, ты будешь использовать вот эти циклы форы, вот эти проверки, ифы, подключение файлов. Абсолютно все точно так же само будет. В любом другом, даже не веб-языке программирования, ты будешь использовать ифы, форы, логические проверки, работу с базой данных. То есть, практически вся эта информация применима к абсолютно любому языку программирования, потому что она является базовой, которая, как бы, просто может меняться именно синтаксис. То есть, допустим, в PHP ты пишешь переменную, ты пишешь доллар, в JavaScript ты пишешь переменную, ты пишешь там var или led, да, перед названием. Вот, а по факту все будет аналогично точно так же. Окей, супер, супер. Что еще? В WordPress это самый быстрый способ стартануть тебе. Если ты хочешь начать работать программистом, я тебе советовал бы не целиться сразу на Django или на что ты там хотел, потому что ты можешь, не знаю, как ты говорил, у тебя времени немного. Во-первых, там нужно очень много времени. Да, и базовое понимание программирования тебе, его нельзя просто взять и пропустить, и пойти сразу в специальные профессиональные инструменты для разработки. Тебе нужно понимать, как все работает, чтобы двигаться дальше. И с WordPress, я считаю, ну или другой KMS-системой, которая в твоем городе или стране, да, более востребована, ты можешь это погуглить, поискать, поспрашивать у людей, которые этим занимаются в твоем городе. А как ты думаешь? Поискать компании. Как ты думаешь, какие достаточные знания для джуниора? Для джуниора? Но, как минимум, однако, MS-система должна быть у тебя по-любому. То есть надо знать по-любому HTML, PHP, CSS, JS и еще какую-то... HTML, PHP, JavaScript, работа с MySQL, какие-то общие знания о работе в сети, да, допустим, как залить сайт на хостинг, что такое бэкапы, как делать бэкапы, как делать импорт. Это я знаю. Ну, такие вот вещи тоже нужно найти. Ну и большая очень доля задач лежит на плечах у KMS-систем, которые сейчас очень удобны для тех, кто хочет развернуть свой бизнес, допустим, особенно если это небольшой бизнес. Очень много функций они способны решить самостоятельно с помощью уже готовых решений, которые плагины, темы, в частности, и бесплатные темы. Человеку очень просто без знаний программирования создать сайт или дешево найти специалиста, который сможет ему очень быстро организовать для того, чтобы он мог потестировать свой бизнес. Допустим, он хочет запустить бизнес по продаже, не знаю, на Skull. Он должен проверить, как он будет работать в его городе. Ему будет дешевле сделать его на KMS-системе за пару дней. По-любому, да, да. Ну, это понятно. И там очень часто нужно будет дописывать какие-то свои решения, которых нету готовых. Тебе нужно будет какие-то ошибки решать, какие-то вот эти баги. Сами KMS-ки, они очень легкие. Они в плане того, чтобы с ними работать, ну, как программист, да, тебе будет несложно. Я не знаю, когда я учил, но мне сначала вроде сложно было, я просто уже не помню WordPress. Не помню, или мне сложно было, или нет. Но вообще, потом ты сможешь легко брать задачи, которые ты никогда не делал, и походу все нагуглить, все найти, пощупать. Смотри, ты видишь мой экран, да, сейчас? Ага. Да. Junior Frontend. Блин, как можно дюнера просить знать сразу ангелы? Сейчас я воды выпью, потому что в городе пересохло. Минуту. Да, да, конечно. Блин, как можно дюнера просить знать сразу ангелы? Начну с того, что градация junior, middle и senior в каждой компании может быть индивидуальной. Где-то требует минимальные базовые знания, которые способен освоить любой человек в течение месяца, где-то же требует знания, которые человек способен освоить где-то, ну, минимум два года, да? Где-то и больше, да? В зависимости от крупности компании требования тоже на разные позиции различные. Ну да, потому что, смотри, вот здесь просят Python, Django, JavaScript, React, бля, с ума сошли. Смотри, второй момент, это первый момент, то, что градация в зависимости от компании на позиции junior, middle и senior тоже отличается. Второй момент это то, что сейчас хайпанул IT, IT хайпанул, и очень много специалистов валится, очень, ну, как специалистов, желающих войти в эту сферу деятельности. Вследствие этого предложение растет, то есть люди, которые выучили определенное количество материала, необходимое для того, чтобы удовлетворять потребности заказчика, таких людей становится все больше и больше, и чтобы из них выбирать лучших и лучших, то требования будут повышаться на каждую позицию, позицию junior. Если ранее специалистов было мало, и требования были низкими, чтобы найти человека для того, чтобы он мог работать, то сейчас предложение со стороны разработчиков очень высокое, очень много желающих работать, допустим, программистом, и чтобы выбирать компании, теперь компания способна спокойно фильтровать людей, которые знают больше, брать именно тех, кто знают больше. Потому что уже, допустим, идет очень много желающих, очень много компаний получает заявок, и, соответственно, они на позицию junior будут пытаться выбрать самого лучшего из этих всех заявок, им же не нужно 50-100 человек, которые кинули резюме свои, они возьмут одного, двоих, троих, кому как. И, соответственно, IT растет, желающих туда входит все больше и больше, и требования будут тоже повышаться. Но мне кажется, что это будет так работать до тех пор, пока не дойдет до того уровня, что, допустим, требуемый набор знаний будет соответствовать пятилетнему опыту работы на позицию junior, и мало людей будут готовы бесплатно учиться пять лет, чтобы зарабатывать относительно небольшую зарплату junior, которая уже будет снижена на тот момент. На позицию senior будет вообще сумасшедшее требование, да, как я предполагаю, будут очень высокие требования, и, допустим, тебе нужно для этого пять лет учиться на junior, пять лет там еще на мидле сидеть, пять лет потом на сеньора, и тех, кто сейчас начал, они как бы к тому времени непроизвольно наберут знаний, и они как бы на волне вместе с волной идут. Но те, кто потом захотят войти, им нужно будет для того, чтобы получать те же самые деньги, уже пятнадцать лет, допустим, стажа, да, потому что требования будут невероятно большие, количество технологий возрастет, хотя, возможно, так как возрастет количество технологий, так как возрастет количество вот этих всех технологий, то люди смогут как бы работать в разных сферах, тоже распределение обязанностей, чтобы удовлетворять конечного потребителя, все-таки разные сферы бизнеса будут задействованы, более, так же интернетом, как я слышал по статистике, не уверен, что она правдива, что-то около одного-двух миллионов человек пользуется, да, не уверен, что статистика правдива, да, но факт в том, что большая часть еще не пользуется, а мы идем к тому, что больше и больше людей будет все-таки пользоваться им, именно, да, к тому идем, потому, соответственно, будут возникать новые бизнесы, новые задачи, ниши, новые задачи, да, переквалифицировать в любом случае можно будет легко, в большинстве языков все практически одинаковое, да, и твой навык именно работы в определенном языке, программирование может быть очень сыграть существенную роль при переходе на другой язык. Как ты думаешь, вот мне сейчас 32 будет, как быстро я мог бы набрать тот, как бы, пакет навыков, вот если мы будем идти в той же скорости, как быстро я мог бы дойти до такого левела, чтобы пойти на джуниора? На джуниора? Ну, я же и пытаюсь составить тебе программу так, чтобы исключить все различные вот эти разветвления, когда я изучал информацию, я изучал ее произвольно, в любой форме, получаю, вижу какое-то неизвестное мне слово, парсинг, вижу какое-то неизвестное слово мне, джаваскрипт или что-то другое, что-то другое я хватаюсь и начинаю это учить, потом понимаю, что это я пошел немножко в другую сторону, и если я буду везде специалистом, как бы, низкого уровня, это вряд ли мне поможет добиться каких-то успехов, мне нужно как-то скорректировать свой путь, чтобы идти именно в каком-то одном направлении. Если я буду на всех языках уметь делать базовые вещи, вряд ли это сможет помочь мне как-то. Если я буду на одном языке делать вещи, которые мало кто сможет сделать, кто сможет удовлетворить эту потребность заказчика, то я смогу, конечно же, и на этом зарабатывать и требовать больше денег, потому что кандидатов меньше. То есть ты придешь к тому, что лучше прокачивать какие-то несколько навыков, чем как можно больше и приличать технологии, да? Ну, лучше определенно идти по плану. Если вот я тебе создаю план, который тебе будет как бы знание, ты учишь те, которые можно будет монетизировать, ты быстрее так дойдешь до того уровня, ну, джунивера, допустим, да? Потому что я тебе рассказываю, что нужно учить, и тебя нету таких проблем, что ты не знаешь, допустим, сегодня мне учить вообще, что, pitch, пить, джангл, там, не знаю, учить парсинг. Ты не знаешь, чем они отличаются друг по другу, что это вообще такое. Я тебе вот и пытаюсь составить план, то, что я тебе рассказываю, это тебе, ну, в любом случае необходимо. Как ни крути. Ну, короче, где-то год, наверное, нужен, да? Я затрудняюсь ответить, но при первой возможности тебе нужно... Вообще... Блин, опять горло пересохло. Ну, давай мы уже заканчиваем. Давай я договорю. Смотри, при первой возможности попасть в компанию, допустим, на какую-то оплачиваемую стажировку, ты должен идти туда и как минимум смотреть индивидуально, получаешь ли ты опыт там. Если человек, если там есть люди, программисты с высшим, которые лучше тебя разбираются в чем-то, и они тебе помогают, ты растешь, ты делаешь неоднотипные задачи, ты не чувствуешь, что ты там занимаешься, допустим, копированием каким-то, ты чувствуешь, что ты изучаешь что-то новое, тебе нужно оставаться в этой компании до тех пор, пока ты не почувствуешь то, что ты перестал расти. Тогда тебе нужно будет менять компанию. Конечно, также она должна удовлетворять твои финансовые потребности. Конечно же. Ну, как бы, блин, в этом и вопрос, потому что у меня есть такие уже приобретенные финансовые обязательства, я, наверное, себе не смогу позволить идти нам долгий период времени на платную стажировку, пускай даже у меня будет какие-то там денег нести, у меня есть сумма, на которую я должен зарабатывать, и поэтому у меня такие вопросы и встают. А что будет после того, как я, ну, уже буду знать более-менее? Что ход растет пропорционально твоим знаниям. Задача удовлетворять потребности заказчикам, так же, как и конкуренция, которая тоже растет, тебе нужно ее опережать. Если ты сможешь опережать конкуренцию, которая, я думаю, в скором времени начнет затихать, да, но требования будут расти, если ты сможешь, все-таки там тоже много факторов, то, что мало кто сможет быть усидчивым, мало кому может нравиться программирование, мало кто может осваивать так быстро, так хорошо информацию, мало кто может вообще иметь желание работать в этой профессии, мало кто захочет бесплатно долгий период времени обучаться, особенно, если они самостоятельно обучаются. Ну, да, 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 да. Если сразу, чтобы идти зарабатывать, допустим, но это уже не по программированию, а по верстке, то там самый низкий порог входа на фрилансе. На верстку? Там еще есть такие проекты, что ли? А где именно? По верстке? Еще есть такие проекты? Конечно. Бля, я думал, это уже прошлый век. Самый низкий порог входа, но мне кажется, что там самая высокая конкуренция, потому что верстку знают и бэкэнд-разработчики, и фронтэнд-разработчики, и все должны ее знать, да, и как бы самый низкий порог входа тоже говорит о том, что конкуренция будет там выше. шоу. Продолжение следует...